Друзья мои, всем привет! Сегодня мы не будем вам рассказывать про машины, сколько они стоят, в каком состоянии они пришли. Сегодня я вам покажу то, что у нас есть такая услуга, как обслуживание автомобиля. Вот этого спайка вы все прекрасно знаете, я вам его показывал. Напомню, он в 2010 год обошелся в 850 тысяч рублей с пробегом 70 тысяч. Значит, за ним приезжает подписчик, приезжает Владимир. Это будет понедельник, вторник. Вот, он приедет. Но Владимир погонит автомобиль сам, дорога у него дальная, соответственно, Владимир попросил обслужить автомобиль. Значит, проверим температуру замерзания охлаждающей жидкости. Автомобиль пришел на летней резине, поставим зимнюю резину. Попросили докупить именно шипы. Поменяем масло в двигателе, поменяем масло в вариаторе, докупим проставки. И обмотаем морду автомобиля для перегона. Вот, в процессе, в процессе я вам все сегодня буду показывать. Кто еще не подписан на канал, обязательно подписывайтесь. Подписывайтесь на телеграм-канал. Все активные ссылочки в описании канала. Ну, а мы машины проверяем в городе Владивосток. Также автомобили возим с аукционов Японии и Южной Кореи. Поехали! Значит, что еще хотелось бы добавить? Обратите внимание состояние автомобиля снизу. Я всегда показываю вам с коленки, или я показываю вам с подъемника. Состояние нового автомобиля в прямом смысле слова. Да, где-то оно немножко припыленное, но ржавчины нет от слова совсем. Попробуйте, найдите фрит, спай в таком состоянии в городе Владивосток. Я проехал на автомобиле по подвеске, вопросов нет. Взбитая идеальная подвеска. Ничего не гремит, не стучит, не скрипит. Все пыльнички, все целенько. Вот сейчас меняем масло в автомобиле. Масло менять уже пора. Масло такое, прям темненько идет. Заливаем хорошее масло. Японское масло с оригинальными фильтрами. Ну и так же докупаем, докупаем сразу же масло на вторую замену в автомобиле. Далее меняется масло в вариаторе. В вариаторе делается полная замена масла, полная замена. Поддон почистили, все отлично, вопросов нет. Масло в вариатор. Ребят, оригинал, только оригинал. И так же меняется, так же меняется антикриз. Зальем в него 45. Вот антикриз меняется по-хорошему, ему нужно менять. Ну, при среднем пробеге, да, там 30 тысяч километров. 25-30 тысяч километров меняется раз в три года. Значит, смотрите, на данном автомобиле произвели замену тех жидкостей. То есть поменяли, поменяли масло в двигателе. Также докупили масло на следующую замену. Вместе с фильтрами поменяли, сделали полную замену масла в вариаторе. В вариаторе проверили температуру замерзания антифриза. Антифриз был, температура замерзания была минус 25. Опять же попросили поменять, поменяли. Теперь температура замерзания антифриза составляет минус 45 градусов. В данный момент машину перебываем, перебываем ее на шипованную, шипованную новую резину. Не знаю, ребят, ну вот у нас в Владивостоке на шиповке не ездит абсолютно никто. Там у вас, ну, специфика какая-то другая. Вот, в общем, попросили, делаем. Шипами у нас в Владивостоке реально проблема. Вот найти, найти шипованные колеса. Далее нам нужно будет докупить проставки на автомобиль, чтобы он был немного повыше. И что еще? И обмотать морду до перегона. В общем, дальше все покажу. В общем, полностью, еще раз повторюсь, полностью обслужили автомобили, сделали все, что необходимо было сделать, вплоть до обмотки морды. Кстати, как сказали ребята, которые мотали, дают гарантию, что пройдет, пройдет 10 тысяч километров. Вот. Ребят, кто еще не подписался на канал, обязательно подписывайте, напоминаю, на Яндекс.Дзен и на Телеграм-канал. Вот. Такое вот небольшое сегодня у нас видео получилось, чтобы его растянуть немножко побольше. Я смотрю, вам зашло, видео зашло. Сейчас я вам покажу, какие автомобили и за сколько можете привезти с аукционов Японии. В общем, забираем вот этого вот красавчика, он на ходу, но без документов, ездить на автомобиле нельзя. Друзья, собственно, для этого заказали эвакуатор. Сверяем номер двигателя. На джимменьках очень-очень сложно сверить, сверить номер двигателя. Посмотрите, как приходится изворачиваться, чтобы его найти. Перед погрузкой автомобиля еще раз было смотрим на предмет каких-то вновь появившихся от дефектов. Дефектов не обнаружено. Ну и, собственно, своим кодом автомобиль заезжает. То есть, документов у нас есть только ГТД. Соответственно, ездить на автомобиле нельзя. Считай, автомобиль идет без документов. Итак, ребят, собственно, джип за 500 тысяч рублей. Знаете, такой полноценный, проходимый микроджип. И, как говорится, хочу джипа, денег нет. Почему такая стоимость? Во-первых, он без пробега. Это автомобиль 2006 года выпуска. Он лифтованный. Пришел в таком состоянии с Японии. То есть, у него установлена совершенно другая подвеска. Короче говоря, он в тюнинге. Тюнинговался он Monster Sport. Какая-то, я так понимаю, фирма есть у нас в Японии. Значит, автомобиль весь целенький. Он не битый, он не крашенный. Все родное, кроме капота. Капот установлен здесь облегченный. Капот идет пластиковый. Ну, вот в таком вот тюнинге. Вид автомобиля сбоку. Посмотрите, какой он идет высокий. То есть, подвеска здесь поменена полностью. Кузовщина вся идет целая. Я об этом уже говорил. Значит, пригнали автомобиль в транспортную компанию. В транспортной компании заключается договор. Автомобиль грузится на автовоз. И вы получаете автомобиль, собственно, в своем городе. Единственное, что... Короче говоря, резина. Резину я бы здесь поменял. Ребята, огромнейший плюс. Плюс посмотрите, в каком состоянии днище автомобиля. Ржавчины нет абсолютно никакой. А давайте я вам еще покажу подкапотное пространство, чтобы вы были очень-очень удивлены. Обычно джиммики, которые стоят здесь на продаже, приходят все ржавенькие, гниловатые. То есть, ну, есть. Есть проблемы. Здесь же вопросов нет. Вот эти вот места, вон там. Вот здесь места. Вот здесь места. Вопросов, нареканий, ребят, просто нет абсолютно никаких. Он трубовый, 64 лошадиные силы, коробка передач. Идет у него вариатор. Это конструктор, конструктор. Но, как бы вам так сказать. В общем, покупая конструктор, я бы на вашем месте, да я всем это рекомендую, кто берет конструктора, заново его перебрал. Потому что машины на продаже, ну, что говорит, собираются, ну, не могу, конечно, я об этом утверждать. Я думаю, они собираются на коленки и не понять как. Поэтому, в любом случае, всем рекомендую заново все перебирать. Давайте посмотрим салон автомобиля. Дверная карта. Ну, понятно, идет. Обычный у нас пластик. Ничего нового, ничего эксклюзивного. Сидения. Это у нас идут чехлы. Сидушка ездит у нас вперед-назад. Есть бардачок. Какие-то провода там лежат. Не знаю, от чего пульт. Возможно, от магнитофона. Айрбэги у нас есть. Сзади, ну, есть комплектация, да, где предусмотрена запаска. Здесь ее сняли. Сняли само крепление. Багажного отделения практически нет. Посмотрите, какое состояние. Ну и, собственно, второй ряд сидений. Проходимый такой помощничек. Какая-то рыбалка, охота. Легко. К слову, привезти на заказ такой автомобиль. Кстати, кто еще не подписан на мой канал, обязательно подписываемся, ребят. Также подписываемся на Яндекс.Зен и подписываемся на Телеграм-канал. Телеграм-канал показываем, ну, какие-то автомобили, которые вот только-только мы купили на аукционе. И также, друзья, у нас появилась новая рубрика на канале. Я показываю, какие автомобили, в каком состоянии, за сколько можно привезти в Японию. Поэтому обязательно переходите к этим видео и смотрите. Одно-два видео таких в неделю у нас обязательно будет выходить. Так, ну, что вам еще здесь показать? Пойдемте, перейдем в салон. Значит, автомобиль по молчанию у нас идет. Задний привод, но можно включить 4 ВД, можно включить блокировку. Кнопку нажали, 4 ВД у нас подключилось, все, автомобиль, 4 ВД. Поезде, знаете, так, в развалочку, в развалочку едет он. Но это джип, как бы парусность у него, конечно, на дороге будет, плюс то, что он идет, плюс то, что он идет лифтованный. По месту, приятная подвеска, прям приятно. Место, знаете, по передней части довольно неплохо, по месту. Сзади, да, безусловно, места нет, места нет абсолютно никакого. Тут что-то, не знаю, кто тут вступил, это не я. Ручник на месте, бардачок, подлокотник, вот такого плана вот здесь придумали. Ребят, пробег на машине 160 тысяч. Но, опять же, по состоянию автомобиля не сказать, то, что идет такой пробег. Очень высокий потолок, солнцезащитные козырьки. Ну, а здесь даже есть у нас, есть у нас зеркало. И посмотрите, какие лопухи у нас, что с правой, ой, что с правой, вот, что с правой, что с левой стороны. Также у нас имеется рожок, рожок, посмотреть на колесо, да, и посадка идет такая высокая. То есть, в принципе, капот, капот, я вижу, то есть, по габаритам где-то что-то куда-то зарулить. Милое дело, милое дело для парковки. На таком автомобиле прям кайф, будет парковаться. Значит, что такое конструктор? Конструктор покупается в Японии целый автомобиль. Раньше, раньше, что только не делали с этими автомобилями, каких только схем не было. Машины пилились, пилились по передним стойкам, по задним стойкам. Везлись карпилы, перепилились под морды, да, там, где середина капота идет по панелькам. Вот, запрет был на целый кузов, ой, не помню, 10 лет запрет был. И вот сейчас уже, который год, который год, машины везутся целыми. Но конструктор, это незаконный автомобиль. То есть, нельзя привезти кузов автомобиля, да, и, там, воткнуть сюда старый двигатель. Короче говоря, машины под документы. Этого делать нельзя. Но люди берут, люди возят. Сейчас, слава богу, возятся хотя бы целые автомобили. Хотя бы, хотя бы они не пилятся. То есть, машина покупается целая на пароходе, она разбирается в Россию. Она заходит как запчасти, не как автомобиль, а как запчасти. Соответственно, ну, пошлина вот эта конская за автомобиль, она не платится. Машина пришла в Россию, машину собрали, все, перед вами полноценный автомобиль, но без документов. Такие вот дела, ребят. Но мы машины возим с аукционов Японии, Южной Кореи. Проверяем автомобили, которые уже привезены во Владивосток. С вас лайк, подписка. На сегодня все. Всем пока. Всем хорошего настроения. А мы сдаем автомобиль в транспортную компанию. А мы сдаем автомобиль в транспортную компанию.